Добрый вечер! Приветствую всех, кто присоединился к нам. Сегодня я в Москве, из студии Дмитрия Розы. Будем проводить вебинар. И тема у нас «Ночной Питер». В этой теме будем обращать внимание на несколько вещей. Вот как передать свет, отражение и, конечно, как всегда, тональная раскладка. Вот на эти три момента будем больше обращать внимание. А остальное уже, как всегда, там рисунок. Ну и остальное там по ходу дела. Какие вопросы будут, задавайте. Я уже буду отвечать по каждому вопросу. Так, для начала, ну, картинка, наверное, у всех есть. Все видят, там в интернете эта картинка есть. Это обычное фото с интернета. Вот такой светящийся Питер. Значит, для начала объясню по палитре. Тут у нас, как на всех моих мастер-классах и вебинарах, я обычно вот эти 10 красок, начиная от белила и заканчиваю умброй. Вместо черного я использую умбру натуральную. Ну, если кому интересно, можно записать. Белила титановая, желтый, средний. Кадмия оранжевая. Красный, светлый. Краплак, розовый, прочный. Сиена, жженая. Зеленая ФЦ. Голубая ФЦ. Ультрамарин и умбра ленинградская. Буга, можно сразу вопрос. Белила цинковые можно использовать, спрашиваете? Можно, конечно. Ну, так как я обычно это беру все универсальное, цинковые чуть более жиже, ну и прозрачнее. А титановые, вот, как бы, всегда, надо, всегда, как бы, к месту. Ну, использовать можно и такие, и такие. Ну, вот я лично использую белила титановые, потому что во многих моментах это выручает больше. Так, и так же, ну, у меня в основном Ладога, можно и мастер-класс. Наши краски в основном вот эти две фирмы вполне приличные можно использовать. Так, дальше, еще про этот разбавитель. Он у меня вот масло с разбавителем, тоже готовый продается. Там чуть-чуть сейчас секатив присутствует в составе. Вот, а есть можно тройником пользоваться тоже. Тут уже от художника зависит, к чему больше привык. Ну, и от ситуаций там, бывают разные, где-то растяжка нужна, где-то не нужна. Ну, в общем, это такие тонкости, это надо на опыте все применять и знать, что лучше. Вот, дальше вот, значит, на чем я рекомендую всегда начинающим чуть-чуть с рисунка начать. Ну, это рисунок такой для живописи, да, довольно обобщенный рисунок. Ну, хотя бы потом, чтобы в краске не искать вот от черного до белого, не перемешивать, что здесь должно было быть, допустим, этот цвет получился черным. И такая грязь пойдет. А с грязью бороться очень сложно для начинающих. Поэтому вот в основном на этом начинается эта грязь, и человеку кажется, что все пропало, и на этом заканчивается работа. Вот, так что вот сейчас я небольшой рисунок такой сделаю. Значит, вот тут по рисунку, что я могу сказать, вот здесь такая перспективка. Надо вот эту общую точку, вот прямо видна где-то вот здесь, да, эта точка. Ну, мы где-то определим, это чуть выше середины, вот эту точку. Ну, и вот это все пойдет вот так. Вот, например, это вообще-то у нас Гневский проспект. Так, вот там где-то видно, там дома. Слева гостиный двор. Ну, и там девушки стоят, ждут автобусы. Так, значит, вот сначала такие наметки небольшие. Вот даже грубо, совсем особо не надо над этим. Просто раскидываем все. И потом все ошибки нам сразу будут видны, если они будут. Поэтому тоже характерно, я буду вот все время про характерные ошибки говорить. Потому что это у всех одно и то же. Вот, все начинают как? Вот так, вот начинают прямо с окошки какой-то, все прорисуют, все до конца, вот это прорисуют. И в итоге оказывается, что это вообще стоит не на своем месте. И приходится все стирать и заново. Поэтому вот так все раскинули. Ну, вот, допустим, здесь у нас пойдут фонари, вот эти, да, вот тоже для них общую такую сделали линию. И вот по ним мы фонари ставим. Вот где-то тут фигурки эти стоят. Тут у нас рекламка такая. Так, ну и вот где-то вот я чуть-чуть сместил вправо вот эту столбу от фонаря. Ну и где-то здесь у нас фигурки. Вот. Дальше мы можем чуть-чуть это все, некоторые ключевые моменты сделать пожирнее. Чтобы мы будем как бы подкладку делать, и все эти вот такие мягкие моменты все сотрутся. Поэтому то, что нам важно, мы чуть-чуть сделаем пожирнее. Вот небольшой такой рисунок этого сооружения. Так, ну и столбы тут микры. Вот, ну и вот девушки такие. В общем, все тонкости будем уже краски так чуть-чуть просматривать. Поэтому здесь особо долго копаться не надо. Это все-таки рисунок такой, довольно обобщенный. Вот, например, еще одна такая вещь, как вот пленэр или там, ну с фотографией, да, писать картину. Конечно, можно не один к одному все это делать. Чуть подойти к творческе, и какие-то моменты можно изменять. Но у нас цель немножко другая, поэтому я так особо ничего не меняю. Вот то, что есть и есть. Может, в мелочах что-то, да, чуть обобщим. Остальное примерно так и будет. Так, дальше все мы с рисунком пока закончили. И берем кисточку. Значит, вот про кисточки тоже, да, у меня обычно вот такая самая простенькая кисточка, вот, почти щетина, почти строительная. Вот на эту работу подкладку, да, вполне можно использовать. Так что, тут особых различий они не имеют там. Фирменная она или такая простенькая. Ну, потом вот такая скошенная, тоже постоянно я использую на мастер-классах. Ну, и какие-нибудь там из мелких. Так, значит, начинаем с подкладки. Значит, вот в этой ситуации, что мы делаем? Допустим, здесь, ну, почти монохром такой, да, что-то такое. Коричневато, кроплачно, умбристо, вот что-то такое. И что объединяет, делаю, что-то вот такое жареное. Вот сейчас мы попытаемся это найти. Вот я чуть взял красный, чуть-чуть оранжевый. Вот, и чтобы вот это горение там преобладало, я беру вот таким, даже чуть-чуть еще красным усилю. И вот делаю вот так все. Вот, почему я так делаю? Потому что этот цвет нам, тон и цвет нам не помешает ни в светлых таких, да, ярких белых фонарях, и ни в темных. Как бы, если бы мы начали темным таким делать, конечно, вот на свет выходить трудно было бы. Потом все перемазалось бы. А так мы взяли так, средненький такой. Его можно и выбелить в любой момент, и затемнить. Вот, придерживаю холст, потому что при моем нажиме все это должно падать. Ну, конечно, если мольберт такой легенький, как вот здесь. Вот, и там, где у меня явно вот прослеживается какие-то хотя бы средние тона, я все-таки вот так делаю. Вот, где вот совсем темно, можно сразу и темным делать, но, в принципе, вот это не помешает никогда. Если вот, вот даже здесь можно просто взять и весь холст вот такими сделать. Вот, и вот если видно, у меня рисунок читается пока, что вот тоже многие, ошибка многих, что вот труд и труд, и в итоге ничего не остается. И потом спрашивает, почему мы делали рисунок. Так, вот, ну, в общем, это такая работа. Здесь ничего не надо там это думать, что вот мы так вертикально красим или горизонтально. Просто красим. Единственное, что мы, вот в конце я покажу, что мы в итоге с этим делаем. Сейчас все докрашу. Вот, и немножко еще с того края, потому что там есть тоже какие-то свечения. И вот немножко, чуть-чуть угол. И почти у нас холст готов. Так, вот, например, вот такой, да, холст с такими пятнами. Ну, иногда вот бывают вот такие, вот начинают бочком вот так штриховать, такие, такие. Ну, желательно, конечно, вот эту подкладку сделать чуть вот так пообобщеннее. Следы есть, но они такие довольно обобщенные. И особо на себя не берут вот эти следы. Просто вот так. Чуть-чуть. Как бы обобщаем. Вот, ну, чтобы они есть, и что-то у нас от этого останется. Потому что мы подкладку должны использовать, ну, по мере необходимости. Какие-то куски могут так остаться. Поэтому, если вдруг где-то что-то остается, чтобы не было там таких излишних таких вот моментов от кисточки. Вот, это первый этап. Значит, с этим этапом мы закончили. Ну, я немножко буду так, чуть-чуть растягивать, растягивать, чтобы, если кто повторяет, то успевали. Ну, это можно и флейцем каким-то, раз-два и все. Так что тут не принципиально, что за кисточка. Ну, конечно, мелкой не стоит. Это будет уже совсем уж слишком мелко. Вот, дальше, дальше мы той же кисточкой начинаем от темного уже. Вот, значит, здесь что? В принципе, вот темного много, но должна быть такая раскладка тоже. Тут вот будем делить это на три или четыре части. Вот, это у нас, назовем это черной, да, по тонам. Вот эти углы вот где-то, вот тут черная. Вот, потом средненький вот это у нас, вот где-то вот асфальт, вот эти дела средненькие. Потом вот где-то уже свет начинается, но свет будем делить на два. Вот где-то вот вокруг света и вот такой эпицентр, прямо почти белый. Вот, примерно, грубо говоря, пять тонов, которые надо правильно уложить по местам. И тогда у нас все загорится и все будет похоже. Так, значит, вот я беру сейчас умбру. Вот, и пробую, например, вот здесь. Вот, ну, такой темненький, да. Вот, ну, можно, конечно, чуть-чуть туда задать краплака, чтобы он где-то на переходах уже выходил чуть-чуть вот так на такую сиреневатость. А можно вообще в другом колорите. Ну, раз тут у нас вот через краплак, так и сделаем. Чуть-чуть я туда краплака подмешал. И вот начинаю все это вот-вот-вот-вот так. Все это закрашивать. Вот, еще вот в этом, в этом этапе темные должны быть максимально тонкие по... Вот, чуть-чуть сейчас я сиены еще взял. Тонкие по нанесению. Вот, слой создавать не надо. Потому что смысла тут нет такой пастозной сделать. Ну, в темных местах все должно быть почти где-то на грани прозрачности. Как говорится, дать холсту еще подышать в темных местах. А вот на светлых, да, можно там хоть так накладывать, можно сказать. Так, значит, вот, чуть-чуть определимся с этими вот фонарями. Вот, и сразу отражение. Это же мокро. Там дождик. Все отражается. Поэтому смысла нет без отражения. Сразу делаем, чтобы уже про это и не забыть. Вот, отражение. Да, вот теперь мы коснулись этого отражения. Вот отражение это что? Это когда предмет стоит на чем-то. И, отражаясь, продолжает саму себя там повторять. Да, но многие путают отражение с этим, с тенью. Тень это вообще другое. Тень может и так войти, и так войти. Все зависит от источника света. А отражение, если вот отражается от пола, то вертикальное продолжение. Если вдруг, мало ли, где-то здесь витрина какая-то зеркальная или стеклянная, то понятно, что параллельно отражается там. Ну, это уже такой там, этот материал может вообще под углом быть. Ну, это уже такая геометрия. Ну, в общем, вот отражение от теней надо все-таки отличать. Многие это путают, я даже удивляюсь, почему. Это настолько разные вещи. Значит, фигурки пошли. Тоже вот так сразу же продолжаем. Так, значит, дальше там. Вот, пока что, видите, я фигурки особо там не делаю. Да, там худые они, толстые они. Ну, примерно там. Вот потом уже можно определить, насколько там они худые или толстые. Это уже мы будем от фона где-то так их подрезать. или добавлять где-то. Так, вот угол темный. Так, потом. Ну, а здесь такая рекламка. Ну, будем делать так. Все, может, кому-то эта реклама понравилась. Не будем убирать. Вот, некоторые моменты я буду, например, вот здесь буковки, да. Это ничего страшного. Я потом их могу, например, сделать. Ну, и покажу, как это делается. Поэтому не все прямо так сейчас оставляем, да. Это, чтобы не превратилось в раскраску. Но все-таки будем делать так. Ну, более так все обобщенно, а потом уже выделять. Друга, а можно сразу предложение по поводу рекламки? А. Автограф там оставить. Ваш. А, вместо этого брачного агентства? Ну, посмотрим, что по итогам выйдет. Можно подписаться или нет. Так, вот свет пошел, да. Вот я уже вокруг света начал так крутиться. Потому что здесь уже так поосторожнее надо. Вот, я не трогаю. Иду вот там еще один маленький. Так, вот так. Вот, например, небо, да, там по сравнению с этим куском здесь уже светлее. Поэтому я стал чуть еще прозрачнее задавать это место. Вот, и такой мягкий переход. Так. Значит, дальше вот так. Снизу смотрим. Вот еще один тут баннер. С отражением сразу. Вот. И вот тут есть такие моменты, да, вот. Отражение, докуда это тянется. Тут все зависит опять таки от этой мокрости, от всех этих дел. Поэтому лучше чуть знать об этом, да, что вот отражение это именно вот есть вертикаль, туда. Ну, и уже полагаться на натуру. Ну, когда мы видим натуру, а про некоторые вещи не знаем, то и не видим этого. Поэтому тут как бы нужно и какие-то базовые знания, и умение вот это уже увидеть. Так, значит, вот сюда пошла, отсюда вот так. Вот она. Вот низ немножко тоже затемнем. Ну, вообще вот так. Главное, вот эту линию мы так держим. Вот ту же перспективу, да, вот эту. Не все же видят. Ну, может, не все знают. И поэтому, когда рисуют, они вот это не видят. Они рисуют, уходят вот это все в небо почему-то. Вот все, потому что об этом не знают. Так, вот здесь, например, вот здесь какой-то кусок, там и фонари, и все, дома там это. Ну, для среднего как бы я бы его вот так бы сделал. Еще чуть-чуть подтянем его, и все. Потом пойдут там чуть темные, чуть светлые. Тут, да, немножко есть такой момент увидеть, где вот, например, когда вот столько всего и того, и другого, и окна, и свет, выбрать под них какой-то вот такой объединяющий тон. Вот это важно. Потому что вырисовывать вот сейчас, сидеть каждую это, это уже не жопись, это уже будет что-то другое. Поэтому, пусть даже хуже получится, но лучше идти по такому приему. А так, конечно, вырисовывание, бывает иногда красиво все вырисовали, а картины не получаются, а просто какая-то раскраска. Так, вот здесь еще один. Что-то много рекламных делаете. Ну, ничего. Вот здесь фундамент. И дальше опять свет идет, отражение. Ну, мы оставляем примерно так. Ну, отражение вообще всегда, отражение чуть-чуть темнее. А насколько темнее, это зависит от материала, на котором это отражается. Ну, вот единственное, наверное, вот чистое зеркало, да, почти не дает тона. Мы почти можем не угадать, где оригинал, а где отражение. Остальные все, вода чуть-чуть добавляет тона там. Ну, асфальт, понятно, что там свой тон имеет, поэтому тоже чуть затеняется. На мебели, например, да, там тоже всегда тон, сам цвет мебели чуть-чуть все это забирает. И поэтому надо это тоже учитывать. Так, это сюда. Так, вот здесь у нас вот такой пучок света, да, отражение. Это вот, скорее всего, ну да, вот эта дорожка, которая вот так идет, из фонарей. Вот и здесь повторяется. Поэтому мы чуть-чуть это сделаем. Так, вот так. Так, вот тут светло, тут, видимо, уже там, видимо, какая-то машина или что. Ну, пока будем делать то, что видим. Так, теперь вот с этими домами. Я смотрю очень много таких моментов. Я лучше чуть это все подкрашу. Потом буду искать этот цвет. Ну, а я делаю это не совсем черным, а вот чуть-чуть тон. Вот, хотя вот здесь можно довольно потемнее. Ну, есть моменты, где все-таки нам приходится, да, например, я до этого говорил, что типа вот где свет нежелательный. Ну, иногда, если уже выбирать из двух лет, лучше вот так, и мы потом вот я протру, и все-таки этот цвет можно будет поставить там. Так, вот так, и сейчас смотрим, где-то, если слишком царапки такие, где-то обобщаем, где-то протираем. Вот, вот я смотрю, например, могу вот здесь чуть подтянить около этого. Вот, где-то там шапочка есть, наверное, вот такая темная. Так, тут нормально. Вот, чуть-чуть убираю вот здесь. Вот, и немножко обобщаю, вот, например, небо. Здесь довольно так мягко все. Вот, ну, дальше, конечно, вот эти все штрихи, то все зависит от стилей. Например, у одного художника это может быть все в таких штрихах, у другого там все мягко, а там вот третье более фотографично все, более, ну, то, что уже в жизни мы видим. В общем, это уже, но все это объединяет, вот, грамотного художника уже объединяет все эти тоновые дела. Вот, а так стиль можно хоть тут как угодно. Так, теперь, вот так, этот второй этап, который мы сделали. Сейчас пойдет следующий, я вот чуть-чуть еще здесь кое-где добью. Вот такой этап. Так, ну, надеюсь, всем понятно то, что мы делаем. Если будут вопросы, задавайте, ответим. Так, теперь, ну, вот, например, появляется вот такая тряпка, которая, ну, не из этих, вот, сейчас многие пользуются этим, это хорошо там кисточки вытирать. А вот, если тряпкой работать над холстом, лучше брать вот эти, как их называют, что-то, бязи или, ну, в общем, хлопок, в общем, естественные такие нити, которые вот на салфетки похожи. Вот, значит, я беру вот эта тряпка, сейчас чуть-чуть себе могу подчистить какие-то моменты, да, допустим, вот тот же фонарик, если мне хочется, вот, чуть-чуть вот так сделаю. Вот, ну, там мелкие-то можно и просто, ну, где-то так наметить. Вот, потом, вот, рекламка здесь, да, пока будем рекламку делать. Кстати, там какое-то лицо есть, сейчас мы его чуть-чуть тоже сделаем. Ну, что-то вот такое. Вот, я беру вот еще под это дело. Потом мне надо уже чуть острее, что вот какие-то вот такие, да. Для этого я беру, обматываю на эту кисточку. Так, и посмотрим, ну. Немножко пожестче надо. Вот так. Вот, и делаю вот такие штучки. Немножко толстовато получается, да, да. Вот, там, темным еще подкорректируем. Так, и вот там какие-то такие витрины, там, это вот. Ну, что-то наподобие характерное, что-то надо такое же нацарапать. Ну, у нас есть еще белило, которые тоже вот это могут сделать. Ну, чтобы легче было, я чуть-чуть освобождаю вот это пространство для света. Так, дальше. Значит, тут у нас вот какая-то такая рекламка, и от него тоже такое отражение. Так, и чуть-чуть вот здесь вот. Ну, вот такие протирки. Где-то мы это еще белилами сделаем, ну, хотя большие моменты уже почище, это уже хорошо. Так, дальше мы немножко сейчас поработаем над этим, над корректировкой, но с темными моментами пока что. Вот я беру опять темное, допустим, у нас здесь девушка стоит с зонтиком. Вот я беру и начинаю вот эту девушку так чуть-чуть уже какой-то находить характер, да. Вот она вот такая, вот руки, так, держит зонтик. Чуть уже конкретику навожу. Вот рука. Вот какое-то полупальто, полуплащ, что-то такое есть. Вот так. Вот, и ноги. Так, сейчас мы чуть-чуть с зонтиком, потом ноги. Вот, например, вот зонтик вошел так. Вот. Вот, ножки попозже, сейчас вторую подружку. Вот у нее уже, сейчас вот она вот так пониже и стоит уже под прозрачным зонтиком. Сумка какая-то там. Вот, и чуть-чуть я вот так помягче обобщаю. Ну, потому что мы там особо не разговариваем. Они напротив света, да, и внутри силуэта трудно что-то разглядеть. Поэтому я так чуть-чуть это обобщаю. Вот. Ну, вот такие эффекты, как вот, например, здесь свет появился, да. Это немножко такие линзы, эти дела фотографические, это не надо особо повторять. Ну, пятна такие, зайчики, как где-то бывают. Это уже чисто... Как бы... С этим можно не заморачиваться. Так, дальше вот, например, она, да, укрыта зонтиком. Я чуть-чуть вот это смою, так. Вот. И тонально смотрим где-то вот та часть чуть темная. Ну, вот так второй зонтик пока, пусть так будет. Вот такой зонтик. Так, дальше. Ну, мы потом вот здесь от фона начнем ноги все там прорисовывать, что куда. Вот дальше, например, вот эта штука, да. Тут у нас обозначена, но пока нету конкретики. Вот я беру вот чуть-чуть поконкретнее. Например, это ровная труба. Здесь чуть-чуть вот с такими эти. И вот здесь появляется какой-то ободок. И вниз идет так, расходится вот этот силуэт. Ну, дальше какие-то вот эти штучки. И уже там отражение. Вот. Опять-таки, это можно более конкретно еще от фона подправить. Поэтому мы пока занимаемся темными штучками. Вот, вот это, да, вот так. Где-то пошел вот здесь. Вот так. Вот, ну, этот не светится. Там что-то написано. Потом мы какую-нибудь там закорючку сделаем. Потом вот этот светящийся. Вот посередине идет такая штука. И чуть-чуть так по бокам сделаем. Чуть-чуть почетче. Вот. И опять отражение. Дальше здесь какие-то фигурки пошли. Можно, конечно, все это сделать, чтобы... Вот чуть-чуть сейчас я поеду. Вот, например, столбу идти. Так, значит, вот фигурки. И где-то там уже так можно наставить. Ну, и где-то там, вдалеке, толпа какая-то. Так, дальше что мы делаем? Чуть-чуть еще вот можно кое-где освободить место вот по тону. Вот на это сооружение. Так, кто-то у нас. Так, и где-то там какие-то темные... Вот где-то окошко по тону, если темнее вот этого среднего, значит, вот мы лучше до этого это сделать. Так, ну вот этот этап, который вот корректировка по темным. Ну, вот эту штуку тоже, конечно, надо бы чуть-чуть привести в порядок. Так, ну и какие-то там вот эти штучки. Видимо, для троллейбусных этих линий. Ну, в общем, вот это не помешает так для нюансов мелких. Чуть-чуть поделать можно. Так, а тут ободок. Вот, вот уже у нас получился этап с темным. Ну, это не значит, что мы с темным не закончили, потому что любой момент у нас могут быть вот возврат к этому, где-то опять корректировка и дальше опять к свету перейдем. Вот, ну, вопросов пока нет, будем продолжать. Если что-то конкретно интересует, спрашивайте пока не поздно, потом уже будем только по свету работать. Так, ну вот сейчас уже можно и перейти к следующему этапу свету. Вот, значит, я беру уже белило. Вот до сих пор я белило не трогал. Уже почти полкартина, да, белило я не трогал. Вот, потому что белило все-таки имеет там свои особенности, и поэтому в свою очередь это должно появиться. Вот я взял белило, потом беру оранжевый, так, ну и немножко вот красного. Скажите, пожалуйста, какой кистью вы работаете? Сейчас вот этой, это скошенная кисть, ну, средняя, ну, это не значит, что обязательно такая должна быть. Ну, вот для такого размера где-то вот десятка, да, вполне. А материал? Синтетика? Синтетика, это синтетика. До этого вот большая была щетина. Вот, ну вот большие моменты, да, вот это вот то, что я, лучше щетиной делать. Синтетика, она немножко это, ну, бывает хорошая, бывает плохая, но щетина немножко ведет себя в этом смысле лучше. Она мягче вот эти, оставляет вот касание. Например, синтетика хоть и гладит мягко, а вот когда убираешь и ставишь, она может так четко поставить свои эти следы. А щетина в этом смысле, ну, по-другому ведет. Это можно просто делать и смотреть, что там творится. Вот, а так дальше вот, например, эта синтетика вот десятка, да, вот тоже бывают плохие, очень мягкие и вот упругости не хватает. Вот, например, эта рублевская, вполне полпругость, они как щетина. И вот можно и удобно работать, если кому там хочется синтетика. А можно и щетинкой вот такого размера. Тут уже это как уже человек привыкает. Еще один вопрос. Холст покрывали до работы маслом или разбавителем? Имеется в виду, пропитывали чем-нибудь холстом? Нет, я сразу делал вот эту подкладку с краской и предварительно я ничем. Просто вот взял краску и сразу прозрачно покрыл вот этим оранжеватом. Ну, то, что я вначале делал. Вот. Ну, бывает, когда сначала покрывают это просто, да, жидкостью, ну, это и разбавителем. Это смотря какие цели. Бывает, например, чтобы мастихином удобно работать, чтобы скользило. Да, это можно так делать. Это чисто вот много таких моментов, где каждый художник по-своему поступает. Это надо просто пробовать. Многим вообще надо слой краски, чтобы, допустим, тем же мастихином, чтобы что-то делать. Базовый такой слой нужен, чтобы скользило хорошо, чтобы там... Ну, в общем, эти тонкости немножко можно только напутать людей. Это лучше отдельно каждый этот рассматривать. С чем вы хотите писать и конкретно какие там моменты. Так, дальше, значит, вот взяли вот этот средний тон. Вот я его сейчас попробую, что этот тон мне дает. Вот мне надо сделать сейчас здесь вот такие моменты, да. Вот это сооружение чуть-чуть по средним пройтись. Вот я попробую, я думаю, вот это, в принципе, годится. Вот так. Вот, и начинаем вот немножко так более-менее правдоподобно делать вот характер этих архитектурных сооружений. Потому что тут дело не в том, что насколько это выписано, а больше насколько передан именно характер этого. Что-то можно не дописать, что-то вообще обобщить. Ну, в общем-то, характер должен быть как бы узнаваем. Бывает, что вот вроде там всего два-три мазка, но характер настолько уловлен, сразу человек узнает именно это сооружение. А бывает наоборот, все прописано до каждого там столба. А такое ощущение, что это совсем другое сооружение. Вот тут мы можем уже и того и другое. что, например, где-то не хватает темных, чуть-чуть вот с темными зашли. Потому что мы не можем сразу вот этап, что вот закончили и все. А что-то где-то забыли сделать, а где-то, может, после светлого это надо. Вот, поэтому мы тут уже чередуем. Главное, слишком не разбивать все это дело и какую-то обобщенность все-таки оставлять. Потому что, если мы будем это слишком так уж разбивать и вот так, ну, какая-то тут получится. Тем более, это далеко. Это должно быть проработано настолько, насколько это расстояние нам дает возможность. Чтобы расстояние, чувство расстояния не пропало. Вот, где-то, если вдруг смотрится, что многовато, да, где-то каких-то четкостей, можно вот взять опять такую кисточку, типа это щетеньки, где-то чуть даже вот позбивать какие-то моменты. Вот, и... Вот, пока так, но мы еще там не зажгли эти дела, я еще не сделал это. Там фонари есть, какие-то подсветки. Вот. Вот, дальше идем. Дальше, например, вот, допустим, здесь какие-то фонари идут. Я беру чуть-чуть тоже под них немножко так. И вот ставлю туда такие маски. Вот, ну, сейчас они поставлены, как будто это плоско и прямо это, да, ну, на свет не похоже. Вот. Вот как раз сейчас вот мы затронули тему света. Как сделать, чтобы загорелось. Вот. Надо какую-то мягкую ауру пустить сюда. Ну, например, вот эта почти горит, да, все, потому что есть эта растяжка ауры такая. А вот здесь их нет, это слишком плоско. И я беру сухую кистью, чуть-чуть вот так сбиваю вот эти грани. Вот так. Вот, ну, там чуть-чуть мелко еще где-то продолжается. Ну, и потом я беру чуть-чуть вот такого почти белого, чуть-чуть с добавлением желтого. И вот пробую сделать вот так. Вот, уже больше свечения там. Вот, потом вот эта же штука, да, вот тут рекламная. Вот там чуть-чуть отсвечивает фиолетовый, ну, в принципе, можно и это сделать, вот этот фиолетовый передать. Вот я беру чуть-чуть еще фиолетовый, ну, в смысле сиреневый, фиолетовый где-то там. Ну, потому что на ней там наклеены такие рекламки. Вот, и можно даже делать вот эти штучки, да. Там что-то написано, но опять-таки вот мы не напишемся, а вот какие-то сейчас сделаем такие наметки. Ну, вот там что-то фигура какая-то там. Вот. Вот, ну, ощущения вот этих моментов там рекламных. Вот, и чуть-чуть я усилю вот этот цвет. Вот, и это дело мы чуть-чуть вниз, но уже послабее все. Вот так. Так, дальше пошла у нас, вот сейчас я чуть-чуть краплака добавлю. Так, значит, что у нас тут? Вот, вот это место мы чуть-чуть сейчас определим как тротуар. И вот какая-то там, вот что-то такое, чтобы эта перспектива у нас чувствовалась туда, что уходит. Потом я там делаю какие-то вот такие нашлепки. Вот, там тоже вдалеке что-то творится, там фонари, не фонари, но такие же нашлепки. Вот. Вот потом вот таким почти оранжеватым светится здесь вот это уже гостиный двор. Вот там в углу лампочка. И вот немножко сюда. Так, чуть-чуть. И вот чуть-чуть я оттеню его темным. Дальше что мы видим? Вот здесь в конце Невского там скопление тоже, видимо, уже каких-то фонарей вообще всех этих дел. И вот что-то вот такое там. И фонари продолжаются. Вот сейчас чуть-чуть это подожгем, еще больше вот это. Вот. 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 Так, еще вот такие сложности выйдут, если по-суровому работать, да. Вот в некоторых моментах кисть будет процарапывать вот старый слой. И в таких случаях уже надо быть знать вот насколько нажимать, насколько нет. Чтобы это нам не мешало, или эти царапки. Так, значит, вот здесь я смотрю вот что-то вот такое. Заодно мы даем рисунок вот этого дела. Вот. Чуть-чуть опять по фонарям смотрим. Вот здесь отражение должно быть. Вот. 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 Теперь немножко вернемся к девушкам и чуть-чуть сделаем там какую-то анатомию. Ну, вот здесь самый сильный свет почти вот здесь вот. А, Бугар, скажите, пожалуйста, какой краской фонари сделаны? Фонари? Я думаю, вообще процесс, да, нужно описать, начиная с тряпочки. А, ну это, нет, тряпочка вот то, что я просто подготовил базу. Где-то иногда вот эта подкладка, она может в самых светлых местах немножко подгрязнить. Поэтому я чуть подготовил базу. Вот. А потом я беру вот, вот, например, в данном случае я сюда добавил белило чуть-чуть там желтеньким взял. И немножко тоже по краям создал ауру. Ну, тут уже была эта аура. Вот. Ауру я называю растяжку, да, небольшую вокруг круга. Вот. Без этой растяжки свет не получается. Это просто шарик наклеенный на холст. А как мы делаем вот эту растяжку? Ну, вот как обычно солнце делает, допустим, луна, солнце ночное, да. Там же обязательно чуть-чуть вокруг делают свечение. Вот тогда это светится. Вот. Так же и фонари, они же тоже самое светятся. А краска, ну, тут цвет даже не так важен, как тон. Вот. Белое, среднее и темное. Вот. Можно сделать это уже холодный цвет, да, голубой. Есть же и такие лампочки голубой. Так что к цвету уходить не надо. Цвет иногда мы сами себя обманываем, что вот у меня нет этого желтого, все, не получится. Так что тут свет ни при чем, в смысле цвет ни при чем, а тон правильный надо брать. Вот, например, я уже делаю ее. Она в каких-то сапогах. Значит, я так беру вот с этой стороны. Так, тут у нас так. Вот так. И вот так мягко ушел сюда, потому что там что-то еще есть. Потом вот вторая стоит тоже вокруг света обмотана. Вот так. Потом чуть-чуть беру потеплее, по оранжевее. и делаю вот так. Вот, вот тут уже можно вот из них делать хоть и стройных, и не стройных. Вот, значит, вот я беру сейчас вот слева, например, не такой же силы свет, да. Вот слева чуть помягче, поэтому я беру уже. Вугар, вот сейчас краска только белая или желтая? Вы чистые белилы используете или все-таки? Чуть-чуть желтая есть там, да. Я, например, все равно чуть запас держу, да. В итоге я могу посмотреть и ударить чисто белым сюда, допустим, чтобы это самое доминирующее вот здесь, да, допустим. А хотя это уже мое решение. Может, я вот эту лампу оставлю так. Может, это вот нам мешает. Там похоже, что это от фонаря машина, которую мы не видим за ними. Вот. Но это мы можем как эффект оставить. А это уже... Вот запас белого я чуть оставил. Чисто белого пока здесь почти нет. Все время я чуть-чуть смешиваю с желтым. Вот. Теперь сейчас я слева еще ее... Вот у нее пакет какой-то не очень такой странный. Пакет мы не будем делать. Вот. И вот тут, видите, надо и движения какие-то, да, поймать. От движения сразу все зависит, что за девушка, почему стоит. Тут все как нога повернута, как вот стоил. Ну, они в данном случае стоят просто и ждут автобуса. Так. Теперь чуть-чуть еще слева вот ее. Вот у нее уже ноги вместе почти. Вот. И немножко так. Вот я здесь подправил кого. Так. Это на шпильках. Фугар, а вы пользуетесь муштабелем и когда? Да нет, я муштабелем не пользуюсь, потому что сам не пользуюсь, потому что я не такие работы пишу. Ну, там можно совсем этим не пользуюсь. А на мастер-классах это, ну, мы довольно-таки быстрые работы пишем и сидеть это все вырисовывать. Это, ну, как бы не для этого. А муштабель вообще был. Вот видите, я держу вот руку так, да. Конечно, был бы муштабель, вообще бы мне было легко. Ну, как бы это дело такое хозяйское. Тут я просто не академист там, да, сидеть, вот видите, на литировках сидеть, выписывать. Поэтому и в крайнем случае иногда, когда мне совсем надо, да, я могу какую-то речку поставить и сделать. Но, в общем-то, не пользуюсь. Иногда некоторые моменты могут это, да, вот, допустим, тот же муштабел может сидеть и увеличиться и раздробить все это дело. Поэтому, может быть, вот какие-то вот такие работы можно вполне обобщенно писать. И тут же цель не так, насколько вот я сейчас смог там шпильку это передать или нет. А вообще характер, ночь, вот фигуры, вот, можно не прописывая все те же моменты передать. Даже по силуэту можно там какую-то знакомую узнать, если правильно все сделать. или знакомого. Вот, вот сейчас я чуть-чуть по свету здесь прохожусь. Вот здесь вот какая-то вот в этом, да, в этих свечениях секрет какой. До этого был такой, вот так его ауру делали. А здесь скользящий. Вот почему на этих архитектурных сооружениях ставят вот такие, чтобы по стене скользили. Ну, это так, во-первых, красиво, когда как-то она нет, какая загадочная. Вот. И так как они так стоят, они угасают в конце. Вот то же самое надо сделать с этим. Вот, например, так, мне как-то надо встать, чтобы его вот туда угас туда, да. Вот сейчас надо сделать несколько таких параллельных. Вот здесь, наверное, эта штука пригодилась бы, но я чуть-чуть по-другому сейчас сделаю. Так, значит, чуть-чуть определяем вот тротуар. Какие-то там витрины. Вот еще такой момент, вот я ставлю мазок, я все время стараюсь чуть край какой-то чуть увести на нет. Тогда она как бы оказывается там. Если я четко делаю все края, вот сразу он становится прилепшим. Поэтому чуть-чуть вот этим надо воспользоваться. Вот все моменты чуть-чуть где-то смазывать. Ну, тут тоже дозировка нужна, конечно, специально так смазывать. Это тоже не годится, но опять-таки тут чуть-чуть на опыте надо. Так, сейчас мы чуть-чуть, пока здесь грубо пройдемся, потом я такая скорректирую. Вот иногда и такое бывает. Так, сейчас мы видим, что мы видим, что мы видим, что мы видим, что мы видим. где-то можно чуть-чуть и от себя темой воспользоваться. Вот там какие-то буквы. Вот теперь мы чуть-чуть подберем свет, тон и какую-то тоже вот что-то такое напишем. Вот и где-то сверху какие-то там лампочки горят. Так, вот теперь я чуть-чуть скорректирую вот эти моменты. Сейчас они у меня такие немножко. Мне хочется, чтобы все видели и приходится немножко так под неудобным ракурсом писать. Ну и поэтому вот такие штучки неуклюжие получаются. Так, чуть-чуть я сейчас это смягчу. Так, я чуть-чуть здесь. Так, дальше смотрим, что у нас тут. Вот это у нас пока так. Вот, немножко вот с этой штучкой. Чуть усиливаем вот это свечение. Да. 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 Так, потом смотрим, что у нас тут немножко можно вот эту штуку продлить и здесь чуть-чуть убавить. чуть-чуть здесь рекламку пустим какую-то. Да. Вот здесь немножко разберемся. Так. 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 Потом. Потом у нас есть еще такой линер, с которым можно немножко напустить таких нюансов. вот такой длинный. Ими можно какие-то там такие длинные линии. Ну, например, вот сейчас я чуть-чуть пройдусь. Ну, вот допустим, да, здесь же тротуар и вот плитки эти идут. Вот так, вот так. Ну, это не значит, все плитки надо пересчитывать, но ощущение плиток чуть-чуть можно дать. Ну, теперь будем ловить, теперь будем ловить плитки. вот дальше смотрим что у нас по зонтикам например чуть-чуть можно зонтики чуть прописать вот и немножко я засвечу здесь так что нам больше читалась штука и эту чуть-чуть можно вот так так пошли дальше значит смотрим вот какие-то там линии на вот эти стран троллейбус на это чуть можно с ними потому что здесь нам сейчас нужно вот какая-то вот такая мелочевка чтобы все это смотрелось вот на домах что-то пошло вот там есть тоже фонарик который смотрелось вот на домах что-то пошло вот там есть тоже фонарик который горит подвешенный вот так можно потыкать конечно вижу много разных витрин вывесок да 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 вот действительно вот 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 все Чуть-чуть на дальней архитектуре. Чуть-чуть на дальней архитектуре. Дорогие друзья, ставьте плюсики, если кто рисует вместе с мугаром. Так, вот некоторые такие детали, конечно, можно поделать, чтобы это чуть-чуть стало проработанным. Не просто так обобщенным, а чуть-чуть ради проработки. Вот где-то есть и холодные какие-то такие сейчас дела. Я имею ввиду свет холодный. Ну, уже больше десяти плюсиков насчитала. Некоторым не угнаться с мугаром. Для этого есть у нас перемотки. Ну, и вопрос сразу. Подскажите, какой кистью вы смягчаете, размываете краску? Ну, можно вот этой, как его, вот щетинка ему, например. Лучше, да, чуть побольше брать, потому что этим, например, тоже можно какие-то сделать. Но иногда это настолько мелкое, что, ну, мягкость не даст. Ну, там, конечно, тоже надо немножко вот так посмотреть по нажиму. Вот иногда там берут, типа смягчет. Раз пройдет, и ничего там не остается. Вот, поэтому тут чуть с этим делом поосторожнее. Вот я чуть-чуть сейчас так, где-то так, тоже это больше отсебятина. Вот засвечиваю где-то, чуть-чуть платье, где-то лицо. Вот. Где-то можно. Там есть что-то, но я где-то делаю чуть более конкретное, что-бы, может быть, так для эффекта получше будет. Вот где-то эти линии я продолжаю где-то чуть светлым, потому что при таком свете они меняются, да, и там, вот, преломления разные там света. Так, и чуть-чуть сейчас немножко еще по фигуркам. Там где-то вот вдалеке там люди. Немножко корректируем. Может быть, по фигуру. Так, странно, что машин мало, но можно, конечно, где-то какой-то. Это, наверное, очень поздно. Так, сейчас мы... Так, ну тут, конечно, можно это больше прописывать, меньше. Ну, главная суть, чтобы вот достигли этого свечения вот ночного или нет. Если не достигнуто, то дальше как бы это... Надо все-таки в первую очередь нам этот свет передать, что это все светится, это ночь. Ну, а потом уже такие вот мелочи. Угар, вопрос. У меня очень мокрый холст, рисую на масле. Завтра я могу еще подправлять. Сейчас немного смешиваются краски. Да, конечно, можно. Ну, вот эти моменты имеют свои плюсы и минусы. Вот то, что мокрость, да. Потому что если это высохнет, немножко будет неудобно уже вот эти смазывания делать, о которых я говорил, такие мягкие. Вот, поэтому где-то это удобно, где-то нет. Поэтому тут надо добиваться немножко так техники, да, вот, чтобы, конечно, по-мокрому вот начинаешь делать и процарапывает старый слой, ну, темный, и вот уже неудобно. Ну, для этого требуется вот какие нажимы делать. А так вообще, если уже высохло, все-таки вот попытать это протереть маслом, и уже вот эта мягкость появится опять. Хоть и там сухая это будет краска, но уже удобнее будет работать какие-то вот эти переходы. Вот, так что надо пробовать по-разному. Вот, тут на словах очень трудно все это сказать, вот делайте так. Потому что у каждого человека своя вот эта, как и походка, да, вот как он нажимает. И вот эти все моменты, они начинаются не с первого, не с второго, не с сотого раза. Ну, хотя бы там тысячи раз надо вот тыкать эти, этой кисточкой по холсту, чтобы уже как-то рука сориентировалась, что он хочет делать. Ну, до этого все равно нам надо знать, что мы делаем, не только тыкать, а как-то знать, куда тыкать, каким образом. Другое дело, да, не получается, но мы знаем, что хотим получить. Вот это важно. Вот, а по свету, конечно, вот такие моменты, это вообще сложновато. Если у кого-то не получается, это не странно, потому что вот это здесь настолько важно, вот эти тоновые переходы, что с первого раза вообще вряд ли у кого. Ну, если что-то получается, это уже хорошо. Хорошо. Потому что тут, видите, если бы был один источник света, еще как-то можно было это как-то в этом. А когда появляется и там, и здесь, и весь город светится, тут важно не рассеряться между этими тонами. А тон все равно остается самым важным. Вот в реализме тон самый важный. Мы могли это сделать где-то зеленый даже, да, вот с таким же зеленым оттенком, можно было синим. Но если бы мы точно так же все эти моменты правильно сделали, смотрелось бы это все. А так мы сколько не хотели бы, вот там по цвету меняли бы, если тон не на месте, то никакого толку. Поэтому про тон надо не забывать. Это многие так слышат и сразу же забывают об этом. Но это очень серьезная вещь, что он. Поэтому вот когда начинаете работать, хоть там что, натюрморт или что угодно, вспомните, что у нас есть тон, который делает все, весь реализм. А так техника важна чисто для того, чтобы, конечно, вот какие-то моменты там сделать более качественнее. Так что следите за тоном и все будет нормально. Так, чуть-чуть еще вот какие-то подсветки вот тут. Ну вот с этими увлекаться тоже не надо. Например, когда уже появляется много таких линий, чуть-чуть их все равно тоже надо где-то смазывать, где-то смягчить. то появляется какая-то уже излишняя графика тоже, которая может немножко помешать живописи. Так вот. Ну, в общем, у нас тут в принципе все основные моменты есть. Дальше уже это все дело такое больше проработанность и меньше. Это уже все как бы индивидуально решается. Так что тут на любом этапе можно остановиться. Да, и в принципе, ну, другое дело там кому-то больше понравится, кому-то меньше, это уже... Подскажите, пожалуйста, как сделать плиточку, чтобы было правильно по перспективе? Ну вот точка наша, да, вот она. Вот все, что идет параллельно, улица, дома, все, плитка. Это никто же плитку или дорогу не возит. Хотя есть и такие улицы, но там уже немножко сложность появится. А так у нас в основном города строят параллельную, дома параллельные. И вот выбираем точку, и вот все стремится туда. Вот все, что здесь есть, все в эту точку стремится. И провода, и там плитки, и все. Вот плитка пошла в одну точку. Единственное, у нас еще вот эти поперечные. Но их надо, если по правилам, да, они... Вообще-то все вымеряется, если это целая наука перспектива, можно точно. А так на глаз вот эта плитка по, будем говорить, высоте, да, больше, чем следующая. И так, соответственно, они превращаются почти вот в такое миллиметровое и вообще сливаются в конце. Ну, как шпалы эти идут, рельсы. Вот они же, мы просвет, чем ближе, тем больше видим. И в итоге он перед, под ногами мы видим уже целое точное расстояние между шпалами. Вот, и так здесь точно так же. Вот все стремится. Вообще есть еще, кроме фронтальной перспективы, есть еще угловая, да, где мы могли бы на это смотреть уже вот не туда, где-то вот сюда смотреть. Для нас уже две точки появились бы перспективы. Но это уже... На это вообще надо отдельно, не то что урок там. Это все немножко сложно. Ну, так многие художники даже вот так поверхностно про это знают, но они про это знают все равно. И вот так на глаз они все равно вот в этом как-то могут увидеть, все правильно делать. Поэтому для живописи, ну, перспектива важна, ну, не до того, чтобы прямо там вычерчивать это все, как бы находить там точки схода. Это немножко, это даже может сушить живопись, да, там где-то в живописи вот какие-то неточности, это тоже какой-то шарм, который вот живость дает, что это все-таки человек делал, а не робот. Вот. Ну, есть, конечно, стили и в живописи, где вот там это все вычерчивают. Ну, немножко это разные вещи. Вот. А так вот, если коротко, вот только так могу сказать, да, вот в одну точку фронтальная, и вот все, что поперек, параллельно холсту. Дальше, что у нас тут еще может быть такого? Так, с ними все понятно. Ну, какие-то моменты можно еще так, я так просто посмотрел, вижу, вот где-то здесь ставим. Так, в общем, вот, я думаю, что что-то я смог объяснить по всем этим моментам, по свету, отражению. Вот. И, ну, и так побочные, это какие-то вот такие поверхностные перспективы. Ну, главное, в общем, чтобы, если вы взялись за определенную тему ночную, да, вот здесь главное свет передать. Остальное уже так все, как бы, может быть, досконально, может не быть. Это уже от каждого художника, от его стиля зависит. Вот. Если вдруг какие-то вопросы будут, вы можете ко мне в группу зайти, там что-то спросить, вот. Потом по мастер-классам можете приходить на мастер-классы. У меня в Москве и в Питере каждые две недели. Неделя в Москве, неделя в Питере. Тут уже вживую, конечно, если что-то интересует, можно на конкретном примере все объяснять. А еще в угар будет в Форосе на Планере. Да, еще вот в этом году, еще вот в июне в Форосе будет. Ну, там вот тоже весело. Мы там уже с натурой пишем. Вот кому интересен натурный пленэр, то можете присоединиться. Это тоже в группе все там находится. Можно зайти, посмотреть, что, как и куда. Вот. Ну, на этом будем закругляться. Всем, кто вот параллельно что-то пробовал, надеюсь, что что-то получилось. И всем удачи. И всем благодарность, что уделили время, посмотрели вот этот вебинар с моим участием. Все. До свидания. Всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok.